Давайте проверим, насколько вы меня видите и слышите. Пожалуйста, поставьте плюсы традиционно в чат. Видно ли меня и слышно? Отлично. Итак, доброго дня всем. У кого-то вечер. Я посмотрела у нас сегодня обширные географии Мурманск, Красноярск, Дальний Восток тоже присутствует. Очень рада, что такой интерес к этой теме. Тесты у нас не сходят с повестки дня, являются важным инструментом педагогической диагностики. И мне очень приятно, что столько сегодня желающих обсудить эту важную тему. Хочу также поблагодарить Татьяну Викторовну Телегину и Калинингова Павла Юрьевича в большую аудиторию рассказать о тестовых заданиях. С кем-то из вас мы виделись в мае на моем первом вебинаре, посвященном тестам. Там мы говорили о качестве теста, каким методическим критериям должен соответствовать. Сегодня мы скорее поговорим о количественных характеристиках, влияющих на качество теста. Вы, вероятно, опытные уже вебинаристы. И, конечно, видели очень много вебинаров и информации о том, как составлять качественно тестовые задания, какими характеристиками они должны обладать. И я не хотела бы повторяться, поэтому я предлагаю на сегодняшнем нашем вебинаре на эту тему взглянуть несколько под иным углом. Почему я могу говорить об этой теме? Потому что я уже давно, более 18 лет работаю в сфере обучения и развития студентов и сотрудников компаний. И я, ваша коллега, прошла путь от преподавателя и бизнес-тренера до руководителя HR-отдела в крупных компаниях. И сейчас у меня свой собственный проект, который называется «Китутелл. Ключ к таланту». Это агентство, которое помогает раскрыть способности, мотивацию и профессиональные компетенции клиентам. И также я работаю с B2B компанией, помогая им создавать тесты профессиональных знаний и оценивать личностные качества сотрудников. Я сертифицированный специалист, и есть у меня сертификаты по тестам профессиональных знаний, по использованию психометрических методик от лаборатории гуманитарной технологии. Это одна из ведущих компаний, которая занимается оценкой персонала в России. И у них серьезная научная школа, которую возглавляет Александр Георгиевич Шмелев. И вот в своей презентации я тоже на его рекомендации тоже буду ссылаться. И в целом опыт внедрения системы тестирования, разработки тестов у меня с 2005 года. Давайте тогда познакомимся с вами. Мне бы хотелось понять, насколько подготовленная у нас аудитория в плане методики. Поэтому я вас прошу сейчас в чат написать. Первое – это для кого вы разрабатываете тесты, то есть ваша аудитория целевая, обучающаяся. Это студенты, школьники или сотрудники. И второй момент – вы регулярно разрабатываете тесты, иногда или только учитесь. Еще не волшебники, только в процессе. Поэтому напишите два слова про аудиторию и про то, как часто вы делаете, как часто вы работаете с тестами именно в плане разработки. Студенты регулярно, школьники только учусь, старшеклассники только учусь, регулярно, иногда. Студенты – студенты, студенты, школьники – студенты. Я вижу, что у нас в основном все-таки преподаватели вузов сегодня присутствуют. И немного есть учителей. И есть ли у нас методисты, которые работают с сотрудниками? Потому что по регистрации я видела, что методисты тоже были. Взрослые, вижу. Методисты, библиотекарь даже есть. Интересно. Так, методисты, методисты. Отлично. В основном все-таки это среднее профессиональное образование и вузы, как я понимаю. Спасибо большое, коллеги. Все-таки аудитория подготовленная, поэтому на каких-то таких базовых вещах я в этом случае останавливаться не буду. Итак, еще раз о теме нашего вебинара, что мы сегодня обсудим. Мне хотелось бы поговорить о количестве заданий в тесте и о том, как это влияет на случайное угадывание. Ведь наша с вами задача точно измерить профессиональные компетенции студента или сотрудника, или школьника. И даже очень хороший тест может быть не защищен из-за этого случайного угадывания. И мы по факту имеем результаты тестирования недостоверные. То есть они не отражают те компетенции, которыми обладает обучившийся. Также второй вопрос, который мы сегодня рассмотрим. Что такое фасеты и как их использовать для того, чтобы нарастить количество заданий в тесте, увеличить количество вариантов. И о том, как вариантов тоже помогает нам защитить достоверность результатов тестирования, повысить качество педагогических измерений. То есть, если говорить простым языком, защита от списывания. И в конце мы всегда с вами, как и на предыдущем вебинаре, просто посмотрим несколько, сколько успеем, заданий конкретных на соответствии общим требованиям методики тестовых заданий. То есть, что в них не так. И с вами попробуем их переформулировать, довести до качественного уровня. И в конце я расскажу и отвечу на ваши вопросы о курсе, который мы планируем запустить 28 сентября вместе с Директ Академией. Где вы сможете разработать тест с нуля вместе с моей помощью и научиться это делать качественно, быстро, по определенному алгоритму. Итак, мы с вами начинаем. Первое, с чего я хотела бы начать, сразу дать некую такую вот вводную, что мы будем преимущественно говорить о контрольных тестах сегодня. Поскольку именно к ним особые и важные требования с точки зрения точности измерений, поскольку контрольные тесты, да, они у нас используются в аттестации либо сотрудников, либо школьников, студентов. И влияют на оценки, которые, соответственно, определяют судьбу, можно так сказать, обучающихся дальше. И поэтому мы будем говорить именно о требовании к контрольным тесте. Сразу хочу отметить, чем отличается принципиально по методике контрольных тестов от обучающего теста. Если мы используем обучающий тест, да, наша задача активизировать мыслительную активность школьника, студента и увлечь его тем, насколько глубоко, интересно, правильно он понимает данную тему, данный материал. И тут же предоставлять ему обратную связь, да, что у него получается, что нет, какие зоны роста, чтобы он дальше мог доработать и повысить свое знание или развить свое мнение в нужном направлении. И, конечно же, в обучающем тесте, как правило, сразу же после тестирования есть разбор ошибок, есть демонстрация того, где правильные задания, где задания выполнены неверно. В обучающем тесте может быть такой принцип организации заданий по типу цепочки. Ну вот сейчас мне в голову приходит пример из химии, что, например, вот есть элемент с определенными свойствами, вы решаете первое задание теста, понимаете, что это за элемент, затем он во втором задании вступает в соединение, да, с каким-то другим элементом, и вы должны правильно решить первое задание, чтобы потом успешно решить второе. И затем у нас получается, когда в результате второго задания какое-то вещество или жидкость, да, то третье задание, например, описывает то, какими свойствами он обладает, и нужно выбрать правильный вариант ответа. То есть такая цепочка, и это характерно для обучающих тестов, чтобы формировать последовательно знания, навыки, умения. Здесь, как правило, отсутствует такое вот жесткое ограничение, одинаковое время для всех, обучающийся может работать в своем темпе. Чем отличается контрольный тест, да, то есть здесь не предоставляется сразу же обратная связь, как правило, потом она отсроченная и выражается в отметке, которую в итоге получает студент или школьник. Задания как раз-таки даются в разброс, для того, чтобы не было подсказок и нет вот этой вот цепочки и связи. И есть четкая заданность по времени для того, чтобы избежать списывания и для того, чтобы все обучающиеся были в одинаковых условиях, да. И есть, если это компьютерное тестирование, да, то есть ограничение по времени в секундах, в минутах на каждое задание. Если это бланковое тестирование, которое проводится в классе в аудитории, то там тоже есть своя специфика и есть четкий заданный интервал, да, когда приступают учащиеся и когда они заканчивают по команде учителя. Итак, вот мы сегодня будем говорить с вами о контрольных тестах. И первый тезис, который я хотела бы подчеркнуть и который хотела бы озвучить, что вы можете сделать очень качественные тестовые задания, валидные, надежные, интересные, развивающие. Но если их мало, то случайное угадывание нивелирует все достоинства данного теста. То есть нам важно понимать, какое количество тестовых заданий должно быть в контрольном тесте, чтобы мы избежали этого случайного угадывания. И здесь у нас с вами такая дилемма. С одной стороны, должно быть определенное количество заданий и должно быть много, чтобы избежать случайного угадывания. С другой стороны, их не должно быть слишком много, потому что тогда уже учащийся устает. И на качество тестирования, на валидность начинают влиять физиологические факторы. И он просто уже физически не может, даже если он знает, решить какую-то задачу, ставить пропущенную букву, определить форму, просто потому что он устал. И даже если это не бланковое, а онлайн тестирование, все равно есть нормы. Об этих нормах, о том, сколько минимум и максимум заданий, сколько должно быть в контрольном тестировании, мы сегодня с вами и должны поговорить, потому что это очень важно. Давайте начнем со случайного угадывания. Я хотела бы вам продемонстрировать вот такое вот исследование. На 10 тысячах протоколов оно проводилось. Это исследование Александра Георгиевича Шмелева. Вы видите по горизонтальной оси количество тестовых заданий 30, по вертикальной оси это процент случайного угадывания. Есть такой метод, который используется в различных научных дисциплинах, в статистике и в тестологии тоже. Называется метод Монте-Карло. Он назван в честь казино, то есть метод генерации случайных чисел. Вот случайным образом проводился эксперимент, генерировались различные варианты. И вот этот график, он как раз таки это вам демонстрирует. Посмотрите, пожалуйста, что у нас на точке 15 заданий, после 15 практически отсутствует случайное угадывание. То есть процент меньше единицы или стремится к нулю случайного угадывания. То есть что это для нас говорит о том, что чем больше тестовых заданий, тем меньше процент угадываний, тем действительно мы измеряем компетенции учащихся, что он действительно знает, умеет. И здесь логично точку отсечения поставить на 15. То есть удовлетворительно учащийся, проходящий этот тест из 30 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, может получить только если он набрал минимум 15 правильных ответов. Вот здесь это наглядно показано. Исходя из этого, конечно же, есть в стандартах, в определенных методических рекомендациях нормы по тому, сколько заданий должно быть в тесте. Давайте вернемся назад и уже посмотрим на проблему с другой стороны. Сейчас другая грань весов. На одной чаше весов случайного угадывания, на другой физическая усталость. Представьте себя в роли тестируемого, обучающегося. На ваш взгляд, предельная планка для вас, когда вы точно уже не можете физиологически верно решать задания, правильно их воспринимать и давать верный ответ, это какая? Вот поделитесь, пожалуйста, в чате, сколько для вас это в минутах. Это 60 минут, это 180 минут. Так, 100 минут. Это час два, 60, ну час 40. 30 минут, 45, 60. 45, 60, 30 минут, 45. Так, то есть, ну, урок или два урока, грубо говоря. Так, час. Так, пока вы пишете, вот здесь есть вопрос, зачем нужна вариативность онлайн. Ну, во-первых, учащиеся общаются, и если это происходит в компьютерном классе, то они видят, ну, могут сидеть рядом и видеть экраны друг друга, и это дополнительная гарантия от списывания. Плюс учащийся может запомнить задания, как-то их для себя зафиксировать, сделать скрин или еще что-то, или просто запомнить, записать и поделиться тоже со своими коллегами. То есть, вариативность онлайн тоже по стандартам нужна. И вот, например, у Александра Георгиевича банк тестовых заданий должен превосходить количество заданий в варианте тестов в пять раз. Ну, дальше мы об этом еще поговорим. Надеюсь, я ответила на вопрос. Так, коллеги, спасибо. Да, вот пара, 45 минут, 30 минут. И я хотела бы как раз-таки здесь тоже сказать о том, о предельных неких нормах, которые должны быть при тестировании. Они взяты из стандарта, который разрабатывают и разрабатывали уже в начале 2000-х годов. Наши тестологи, специалисты по оценке персонала, по психометрическим методикам. Мы сейчас как раз с вами к этим рекомендациям перейдем. Запомнили, что в среднем все говорили от 45 минут до часа. Это максимальное, скажем так, время, когда можно решить успешно тест. Кроме того, важна вариативность теста именно для обеспечения достоверности результатов тестирования, защиты от списывания. Вариант теста, как минимум два, должно присутствовать, особенно если это бланковое тестирование в классе. То есть у вас может быть прекрасный тест, но если рядом сидят за одной партой, в одной аудитории школьники-студенты, то неизбежно здесь будет совместное, скажем так, обсуждение заданий, списывание. И нам важно, чтобы мы измерили результаты каждого конкретного студента. Поэтому минимум два варианта теста. Это норма обязательная, а желательно еще и больше. Надежда Петровна спрашивает, возраст, вычисление, сложность. Да, это тоже, конечно же, корректируется. Особенно если мы говорим о младшей школе, то там ниже нормы тестирования. Ну, это обычно 10-15 минут. Так же, как и выполнение каких-то других контрольных заданий, не только тестов, но они учитывают возрастные особенности. По поводу сложности. Сложность и трудность. Это два понятия, которыми мы тоже оперируем. Трудность – это именно для самих учащихся. Она тоже определяется программой. Задается министерством образования различными нашими контрольными государственными органами, где показано, что вот вы должны включать задания, которые соответствуют программе, рассчитанной на данный возраст, данный класс или данную специальность. Какие-то более сложные вы не можете включать. Это вот по сложности. И сейчас я дальше расскажу по нормативам временным, которые, как правило, закладываются в тесте в зависимости именно от сложности заданий. Итак, еще раз, что мы говорим о том, что желательно, чтобы у нас в тесте было не меньше 30 заданий для того, чтобы избежать случайного угадывания. Дальше у нас должно быть минимум два варианта теста для того, чтобы избежать списывания. И вот пример количества заданий в банке тестовых заданий и варианте теста. Как правило, у нас контрольный тест. Он охватывает несколько блоков компетенций. Может быть, там 2-3 темы и больше. Поэтому у нас по каждому блоку должен быть банк заданий. Из этого банка задания формируется часть заданий в варианте. Например, у нас дисциплина управления персоналом. Тестирование проводится по трем темам. Подбор персонала, обучение персонала и оценка персонала. И тест состоит из 30 заданий. Из каждого блока включаются по 10 заданий. То есть желательная рекомендация от экспертов, которые постоянно этим занимаются, что в банк заданий должен превосходить как минимум 5-кратно вариант теста. Но для учителя иногда сложно разработать такое количество. То хотя бы два варианта теста у вас должно быть. И это если мы говорим про 30 заданий в одном варианте, то у вас получается 60 заданий минимум для бланкового теста для класса, для контрольного должно быть. При этом понятно, что они должны быть одинаковой сложности и одинаковой трудности для обучающихся. Уравновешены по этому принципу. О том, как определять вообще сложности и трудности, мы будем говорить на нашем онлайн-курсе более подробно. И там затронем таксономию Блума, который уровни интеллектуальных сложностей, интеллектуальных операций, скажем так, сформировало некую такую определенную пирамиду. И есть критика его пирамиды. Но в то же время есть практические вещи, которые мы можем взять для того, чтобы правильно сформировать задания по сложности, по определенной дисциплине. Например, это задания на репродуктивные, на воспроизведение, на понимание, на синтез, анализ, оценку. Вот эти вещи более подробно про сложность, трудность и как ее правильно вам идентифицировать и правильно разложить в тестовое задание уже более подробно на одном из занятий курса мы будем говорить в сентябре. Так, и переходим уже к некому мини-резюме по тому, что важно с точки зрения количества в тестах. Итак, количество заданий не менее 30. Минимум два варианта. И по продолжительности сеанса мы делали с вами предположения. И вот ученые, в частности в стандартах, описывают, что на бланках это должно быть максимум 3 часа с перерывом обязательно 5-10 минут между первой и второй частью. На компьютере это 90 минут. Это максимальная величина тестирования и для тестов профессиональных компетенций, и для психометрических тестов. И говорили о том, сколько, как правило, должно выделяться времени на каждый ответ в зависимости от сложности. Если у нас короткое задание типа «да-нет», очень простое, где просто нужно кликнуть «да» или «нет», и само описание не занимает более 60 символов, то, как правило, выделяется на один ответ 6 секунд. Задания такие средние, которые чаще всего используются в практике при оценке профессиональных знаний или знаний учащихся, это задание до 120 символов с вариантами ответа 4 или 5, и на него, как правило, выделяется от 30 до 60 секунд на ответ. Вопрос кейсового типа, который тоже встречается особенно в обучении студентов и взрослых, где нужно проанализировать ситуацию, либо решить какой-то кейс. Здесь уже 600 символов и более, как правило, формируется задание, чтобы прочитать его и понять, нужно определенное время, поэтому, как правило, выделяется от 2 до 5 минут на ответ. Но с точки зрения методики, если вы разработали тест знаний, то вы должны понимать, что у вас должно быть, например, минимум 30 заданий. Если, к примеру, мы берем, что у вас все задания кейсового типа, и вы посчитали, что, как правило, нужно не менее 2 минут, чтобы решить эту задачу, то вы 30 умножаете на 2, на 2 минуты у вас уже получается час. Плюс это инструктаж перед тестированием, время буквально 5-10 минут, чтобы настроить и обучить учащихся. Или если это компьютерное тестирование, то там, как правило, есть время на прочтение инструкции к тесту, которое является обязательным элементом любого тестирования, даже самого простого. И у вас уже получается час. То есть вы в интервал 90 минут на компьютере укладываетесь. То есть вы для себя это должны проверять. Причем, когда мы разрабатываем любой тест знаний, даже самый простой, мы должны предварительно все-таки его откалибровать по времени. Для этого на 10 человеках, на группе с 10 человек, проводится вот это тестирование с вашим предполагаемым временем, где вы выделяете определенное количество времени на выполнение одного тестового задания. То есть вы выдвигаете гипотезу, что, например, вот ваш тест простой из 30 заданий, там всего 30 секунд на ответ. То есть за 15 минут группа должна справиться. И вы выделяете время в 15 минут, засекаете, 10 человек решают тест. И если 70% успели, справились, значит, время примерно рассчитано с вами правильно. Вот такие вот количественные вещи, которые влияют на качество. Так, я сейчас загляну еще раз во вкладку «Вопросы». Дайте, пожалуйста, реквизиты, выходные данные, упомянутых вами стандартов тестирования. Ну, я могу сослаться на стандарт, разработанный именно по оценке персонала. Он разработан в 2015 году, вышел 5 лет назад, и сейчас он обновляется. Регулярно он опубликован в «Вопросах психологии». Сейчас я, наверное, номер конкретно не вспомнил, но вы можете загуглить, чтобы мы сейчас время на это не тратили, стандарты оценки персонала «Вопросы психологии». Я думаю, что вам ссылка будет. И я вам обещаю, Сергей Иванович, что когда запись появится на YouTube, то я под записью на YouTube размещу эту ссылку, под записью вебинара найду эту ссылочку и обязательно вам размещу. Кроме того, есть еще рекомендации вузов конкретные, где тоже есть вот эти нормы по количеству тестов, по времени на тестирование. У каждого вуза есть свои методические рекомендации. Но какого-то такого глобального стандарта, именно такого четкого по России, его нет, это только профессиональный стандарт. Есть еще западные варианты. Они еще были написаны в 80-х годах. Стандарты вообще про выполнение различного типа заданий, сколько времени на компьютере это может занимать и так далее. Я про них тоже упомяну. И чтобы мы сейчас время на это не тратили, спасибо вам за вопрос. Вопрос важный. Госстандартов, насколько я знаю, сейчас нет. Поищу Сергея Ивановича, посмотрю. Потому что я работаю с коммерческими компаниями, с вузами. По поводу госслужащих, сейчас вам не могу точную информацию дать, поищу, посмотрю. Но под видео нашего вебинара в YouTube, который потом разместят, вся информация для вас будет. Спасибо большое за этот вопрос. Федор Федорович помогает. 2015 год. Ассоциация развития человеческого капитала. Стандарт тестирования. Там была группа наших специалистов, в том числе Шмелев Александр Георгиевич. Он очень ее входил, насколько я помню. Он представляет школу МГУ, которые разрабатывали эти стандарты. Так. Папа, порекомендуйте, пожалуйста, какую-либо идею, которую можно использовать для составления неправильных вариантов ответов. Про дистракторы. Понятно. Чуть-чуть сейчас мы будем конкретные задания разбирать, и я вам расскажу про дистракторы. То есть правдоподобные, но неправильные ответы. Да, вот их в тостологии называют дистракторы. Так. Год выхода журнала «Вопросы психологии» 2015, насколько я помню. По-моему, в 2015. Так, идем дальше. Вот. Как нам увеличить количество заданий, при этом чтобы они были для учащихся одинаковой сложности, трудности? Это можно сделать с помощью фасетов. Сейчас мы рассмотрим с вами несколько фасетов. Достаточно простых, и вы для себя сможете их взять на заметку. Фасет – это форма записи нескольких вариантов одного и того же задания. Вот то, что в скобочках находится, это и есть фасет. То есть в один вариант будет задание сформировано следующим образом. Число 34 является четным или нечетным. Следующий вариант пойдет. Число 42 является четным или нечетным. И так далее. У нас, ну, тут я указала 4 варианта. Можно их добавлять до бесконечности. Также мы можем поместить сюда нечетные числа и так далее. Можно, например, для русистов и тех, кто преподает языки, поместить какие-то буквы на понимание гласное-согласное, твердый-мягкий и так далее, и так далее. Шипящий или звонкий – вот эти все вещи вполне можно сделать вот на этом фасете. Еще один фасет тоже с двумя вариантами ответа. Такой дихотомичный вариант ответа возрастает и бывает. Но здесь, скажем так, высший пилотаж. Я взяла пример из учебника Вадима Сергеевича Ванесова, нашего суперизвестного специалиста, наверное, тоже известного вам, который в свое время выпустил книгу «Композиция тестовых заданий». Есть у него очень много статей про формы тестовых заданий. И вот все методологи опираются именно на его школу в плане требований к тестовым заданиям. И вот как увеличить количество тестовых заданий, у него тоже написано с помощью фасетов. И вот здесь, например, прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, жесткость, пластичность – один фасет. Так вы можете в один вариант включить дальше. Бетона, раствора при увеличении и уменьшении доли цемента, водоигравия, песка, добавок возрастает и бывает. То есть здесь можно целый кейс создать. Пример этого фасета можете на свою предметную область перевести, адаптировать и использовать. Сейчас мы рассмотрели с вами закрытые задания с двумя вариантами ответов. Не всегда можно придумать третий-четвертый в силу специфики самого понятия, самого предмета. То есть иногда есть дихотомия, то есть либо гласный, либо согласный. Другого нет. Либо возрастает, либо убывает. Третьего здесь не бывает. Сейчас пока примеры с двумя вариантами ответа. Посмотрим с четырьмя, с большим количеством вариантов ответа. Например, картину Секстинской Мадонны написал Рафаэль, Леонардо, Да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. Вот у нас в скобках три картины Рафаэля. Все эти картины написал Рафаэль. И у нас можно сделать три варианта заданий. Также мы можем изменить фасет и включить фрески Микеланджело, к примеру, их описать. Вариант ответа при этом у нас дистракторы будут одни и те же Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. То есть художники возрождения. То есть здесь мы проверяем знания искусства эпохи возрождения. То, как учащиеся ориентируются в шедеврах, то, какую картину, какой автор, художник создал. Еще один фасет. Опять же приведу пример из композиции тестового задания Ванессова. Здесь фасет ориентирован на проверку знания закона физики Джоуля Ленца. Ток с силой, да, и мы вставляем определенное значение, проходя по проводнику. Здесь мы вставляем значение сопротивления за время, вставляем количество секунд, выделяет. И вот здесь это задание открытого типа. Учащийся должен посчитать и написать ответ. Количество Джоулей. Соответственно, этот фасет можно использовать по-разному. То есть конструировать сколько угодно вариантов, в зависимости от того, какую силу тока, какие значения в фасеты вы вставите. Следующее, о чем мне хотелось бы поговорить, кроме вариантов теста, которые мы с помощью фасетов можем нарастить, это еще и про закрытые задания, задания закрытого типа, где у нас есть варианты ответов, дистракторы. Есть один правильный и есть правдоподобный ответ, но неверный. Вот здесь тоже нам важно понять, что если у нас очень мало ответов, то мы скатываемся в случайное угадывание. При этом на другой чаше весов у нас есть ограничения. С одной стороны, это специфика самого предмета, то есть есть задания, где просто может быть один ответ или два. Часто коллеги задают мне вопрос, подскажите, пожалуйста, вот сколько ответов должно быть, 4, 5, 7, или может быть лучше использовать только открытые задания или закрытые задания. Вот сравнительную характеристику преимуществ закрытых заданий открытого типа с двумя вариантами, где-то с четырьмя и с пятью. Более подробно также я буду давать на курс, там будет такая табличка, где у вас будет такое вот сравнение, в каких случаях каждое из этих заданий лучше использовать. Но сейчас хотелось бы подчеркнуть следующую вещь, что мы должны отталкиваться не от цели, создать как нужно больше дистракторов. Наша задача проверить определенную компетенцию, знает или не знает. Поэтому она должна отталкиваться от цели, под нее уже подбирать вопрос, что мы хотим спросить, что поможет, какой индикатор поможет выявить наличие компетенции, знаний или умений у учащегося, и затем уже подбирать материал. А сам материал иногда диктует, что там не может быть слишком много дистракторов. Когда мы сочиняем неправдоподобные, пытаемся как-то усложнить задачи учащихся, то мы не решаем наши задачи проверки знаний, мы тратим время на запутывание. И, как правило, эти дистракторы, их самоучащиеся тоже видят, что они неверные, и это не спасает нас и от случайного угадывания, он их отметает тоже сразу. Поэтому здесь про количество, конечно, мы будем говорить, но просто нужно иметь в виду, что на некоторых заданиях не может быть просто трех вариантов ответа. Есть либо да, либо нет. Дихотомия, просто сама сущность предмета, то есть либо гласный, если я филолог по образованию, поэтому, может быть, часто примеры у меня из языка, либо согласный звук, третьего, в данном случае, переходный глагол или непереходный глагол. Вот два варианта ответа. Можно, конечно же, еще и создать ответы, когда у нас несколько правильных вариантов ответа. Это, конечно, более сложный уровень, и не всегда он тоже спасает от случайного угадывания, об этом тоже мы будем говорить. Кроме того, у нас есть затраты на разработку, да, то есть есть время учителя, которое стоит денег, и, как правило, учителя у нас такие преподаватели, методисты, люди загруженные, у которых есть и сам процесс обучения, и методическая работа, и классное руководство. И вот здесь важен баланс, сколько действительно нужно времени тратить на разработку этих тестов, чтобы это не было слишком затратно, слишком дорого. Когда инструмент получается слишком дорогой, то он и неэффективен. И перейдем с вами тогда уже к конкретным тоже методическим рекомендациям. Сколько же должно быть в ответах заданиям закрытого типа? Вот Аванесов Вадим Сергеевич, Александр Георгиевич Шмелев, они рекомендуют от 4 до 6. Ну вот Александр Георгиевич считает, что 4, в принципе, уже достаточно, потому что если у нас ответ предполагает 4 варианта, то процент угадывания 25, да, процентов. Если 3, то уже разница 33 процента, да, угадывая, если 3 варианта ответа, разница между 30 и 25, это 8 процентов, в принципе, уже такая значительная. То есть 3 – это мало, 4 – уже хорошо, и, в принципе, этого достаточно, чтобы не тратить время на придумывание еще двух дистракторов. Вадим Сергеевич говорит о том, что 6 – для него такой оптимальный вариант, если есть время и если сам предмет позволяет придумывать эти дистракторы, то, соответственно, 6 тоже будет замечательно. И вот этот такой баланс можно больше, да, но, соответственно, опять же мы говорим об усталости учащегося, о длительности самого задания и вообще о целесообразности наличия такого большого количества неправильных ответов. Если мы говорим о том, что нужно выбрать несколько правильных ответов, то здесь для защиты от случайного угадывания Вадим Сергеевич Ванесов рекомендует не менее 10 ответов дистрактора. Так, посмотрю ваши вопросы. Так, есть ли возможность внести вопросы фасетов в компьютерную программу? Да, конечно, они для этого и осознаны по поводу Moodle. Сейчас вам не могу сказать. Ну, вот специализированные системы, поскольку я работала в специализированной системе, именно предназначенной для тестов, это не бесплатная, а именно платная программа, там возможность эти фасеты сделать есть. И, как правило, разработчики и просят для увеличения количества заданий делать им вот эти вот фасеты. По поводу Moodle беру себе на заметку, тоже посмотрю. Может быть, коллеги кто-то есть в чате, кто скажет, можно это или нельзя, кто уже сейчас их так вот использует. Но в любом случае вы можете просто сделать 4 варианта теста и каждый по отдельности, соответственно, загрузить. Или просто вы делаете блок теста, в котором с помощью фасетов формируете несколько-несколько заданий, которые потом будут выбираться в вариант. Так, звук идет нормально. Можно, наверное, перезагрузить. Так, перезагрузите. Так. И про дистракторы спрашивает Аля про то, как дистракторы увеличить. Можно делать дистракторы по принципу противоположности, да, то есть делать правильный и антоник, да, неправильный ответ. Можно делать по принципу родственности, то есть, вот, например, если это дата, то мы похожие события по истории группируем. Если там нет, это, например, какие-то военные начальники, то мы тоже тех, кто жил рядом. То есть по принципу родственности, близости. Также можно по принципу градации, светлый, темный, очень темный, черный, да, вот, к примеру, да. То есть есть у Аванесова Вадима Сергеевича прям вот такие вот, с точки зрения логики блоки, как создавать дистракторы по принципу градации, по принципу противоречия, по принципу противоположности, по принципу родственности, по принципу однородности. И вот сейчас будет там дальше у нас пример тестового задания, где как раз-таки принцип однородности будет нарушен. Так, и мы с вами это как раз увидим. Итак, давайте мы с вами подведем, у нас уже час быстро пролетел, подведем некие наши итоги о том, как количество влияет на качество теста, на то, чтобы у нас не было случайного угадывания. Мы действительно замеряли компетенции учащихся, чтобы не было списывания. Мы получили достоверные варианты. Плюс количество заданий, конечно же, влияет на валидность теста, то есть насколько точно мы измеряем ту компетенцию, поскольку слишком мало заданий не отражают в полной мере все, скажем так, элементы компетенции, составляющие все знания, умения, которые важно охватить, чтобы сделать вывод о том, что обучающийся данной сферой, данным предметом владеет. Итак, еще раз, тот минимум, который вы для себя должны понимать при составлении тестовых заданий, это 30 и более для одного контрольного теста, минимум два варианта одинаковой сложности, бланковые тесты по длительности рассчитываете не более 180 минут, компьютерные не более 90 минут, и от 4 до 6 ответов должно быть в заданиях закрытого типа с выбором одного правильного. Вот такой чек-лист, на который вы можете ориентироваться. Дальше. Перейдем к вами к разбору конкретных тестовых заданий. Здесь я хочу, чтобы вы уже подключились и помогали. Мой вопрос, что не так? Давайте прочту инструкцию. Вместо многоточия впишите только одно слово. То есть это задание на дополнение или задание на подстановку. Фирма, предоставляющая сетевые услуги, это многоточие, и ответ провайдер. Вот с точки зрения требования к заданиям, что, на ваш взгляд, здесь неверно, чтобы вы поменяли? Ничего не проверяет, только запоминание. Нет вариативности. Так, коллеги, еще. Один только ответ. Ну, ответ может быть один. То есть здесь задание открытого типа, и здесь может быть, то есть с точки зрения формальной, здесь нарушений нет. Да, это открытое задание, то есть нужно дописать, если это бланковое тестирование, или ввести слово на компьютере, если это компьютерное тестирование. Варианты здесь необязательные. Так, нет вопросов. Ну вот я согласна с Радиной ЛА, что ничего это задание не проверяет. В чем смысл? У нас главное требование к тестовому заданию, что оно должно проверять знание чего-либо, компетенцию какую-либо. Вот фирма, предоставляющая сетевые услуги, это провайдер, провайдер, это фирма, предоставляющая сетевые услуги. Это, по сути, так как бы просто мы синоним подобрали, да, для того, чтобы, ну, охарактеризовать фирму, предоставляющую сетевые услуги. Это не является определением чего-либо, и вообще, ну, никакого знания для этого особого не требуется. То есть, на мой взгляд, это тестовое задание с точки зрения методики не соответствует первому принципу. Оно не имеет цели. То есть, что мы проверяем, какую компетенцию мы проверяем. То есть, его нужно просто отмести, и даже перерабатывать не нужно. Вот, да, Зоя Владимировна пишет, не проверяет компетенции, не проверяет знание. Действительно. То есть, здесь нарушено самое первое требование, что он анонс ничего не проверяет. Идем дальше. Тоже открытое задание. Нужно здесь два пропуска заполнить. Передние и боковые выточки предназначены для многоточия по линии многоточия. Вот, посмотрите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, здесь неверно. Так, жду, коллеги, от вас информации, что неверно. Любой последовательности имеет смысл. Некорректно сформулирован вопрос. Смотрите, здесь как раз-таки задание на промерку, скажем так, задания СПО, среднепрессионального образования, то, как для конструктора, для конструктора одежды. Но здесь слишком много пропусков, и оно слишком расплывчато сформулировано, что если мы ответ не видим, видим только вопрос, то мы, собственно, не сможем понять, чего от нас требует экзаменатор. То есть это задание неполное, то есть оно нечетко сформулированное, поэтому мы его тоже должны переформулировать, переделать, и я его здесь... Да, сложно понять вопрос. Вот Лариса Валентиновна Черепанова отвечает. Поэтому здесь проблема в формулировке самого задания. Идем дальше. Следующий вопрос. Отметьте ученого, кому принадлежала честь первому культивировать и описать возбудители туберкулеза и холеры. И варианты ответа. Пастер, Кох, Мечников, Эрлих. Ну, правильный ответ здесь Кох. Вот что, на ваш взгляд, не то в этом тестовом задании, что можно было бы улучшить, чтобы повысить точность педагогического измерения? Елена Третьякова. Перегруженность текста. Врамовский вопрос. Да, верно. То есть мы слишком много времени потратим на то, чтобы прочитал обучающийся, вместо того, чтобы проверить конкретные узнания. Здесь нужно формулировку сделать короче. Когда это как раз задание, когда просто нужно поправить. Если предыдущее у нас задание, оно было слишком коротким и неполным, то это избыточное задание. И здесь мы можем просто оставить пропуск для того, чтобы вставить фамилию. И первым культивировал и описал возбудители туберкулеза и холера. Можно добавить слово ученый. Первый ученый, который культивировал, описал возбудители туберкулеза и холера. Так, и еще один вариант тестового задания, который давайте с вами посмотрим на соответствии с требованиями методики. На электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила кулона, ампера, кориолиса, лоренца, сила тяжести. Вот что, на ваш взгляд, не так в этом тестовом задании? Максим Николаевич Андренюк. Нет однородности. Верно. Вот это как раз-таки выбивает дистрактор силы тяжести из общего числа и сразу учащийся его отметет. То есть поймет, что это... Либо у нас будет два варианта. Либо он подумает, что тяжесть – это единственный вариант ответа, его выберет. Либо он его... Ну, скорее всего, в большинстве случаев он его отметет и выберет из фамилии ученых, да, из первых четырех вариантов. Поэтому правильно нужно убрать, как нам верно подсказывает Лариса Валентиновна, тяжести лишние, и убрать этот вариант ответа и оставить только четыре. Вот тогда у нас однородные дистракторы, и это соответствует требованиям методики, что они у нас однородные, примерно одинаковые сложности. Коллеги, вот на сегодня по теоретической части у меня все. Более подробно о том, как правильно создавать тесты, чтобы они точно измеряли компетенции учащихся. По определенному алгоритму, быстро, с экономием времени, да, я вас приглашаю разобраться с этим вопросом 28 сентября. Мы будем встречаться два раза в неделю, по понедельникам и по средам, в 15 часов в Москве. Плюс цель этого курса, чтобы вы взяли свой тест, который у вас есть, его доработали, либо сделали по своей предметной области тест с нуля. То есть я буду как эксперт постоянно давать вам обратную связь, и у вас на выходе после прохождения онлайн-курса будет готовый тест, который вы можете смело загружать в компьютер, использовать онлайн, либо проводить тестирование в аудитории. То есть вы разработаете полноценный тест знаний, получите от меня чек-листы, как вообще очень просто, четко, быстро создавать тесты, при этом качественные, автоматизируйте процесс разработки, научитесь экономить время на этот процесс. И что, конечно же, важно, что вы получите сертификат за этот курс, поэтому вы можете включить этот курс в свою программу повышения квалификации, которую ежегодно вы проходите от компании, от организации, и получите сертификат. То есть у нас будет 8 тем, 8 вебинаров, рассмотрим много кейсов, будет суперинтересно. И пока мы еще здесь, я хочу оставить вам контакт группы «Кидоталент». Добро пожаловать приходить к нам, задавайте вопросы, пишите. Также вы можете писать мне на почту «горишина.яндекс.ру» и заходить к нам на сайт «кейт.ру». По поводу вопросов, которые связаны со стандартами и по муду, я отвечу под видео вебинара, как я уже сказала. Еще Олег Васильевич задает следующий вопрос. «Как вы видите, можете использовать адаптивное тестирование с учетом нейропластичности мозга в построении индивидуальной траектории обучения?» Да, это будущее, но в моей практике я адаптивные тесты не создавала, но сама подобные тесты проходила как обучающиеся. В западной практике активная неиспользованность в России тоже применяется, когда в зависимости от того, как вы ответили на задание, вам предъявляются более сложные или более легкие задания, и от этого уже формируется некий такой индивидуальный трек прохождения тестирования. Я хочу сказать, что это все еще в процессе разработки, и так массово у нас в России пока не используется, в школах, по крайней мере, я не знаю таких, может быть, кто-то подскажет из коллег, но в ВУЗах уже начинают адаптивное тестирование использовать. При интеллектуальные тесты используют адаптивное тестирование в школах MBA, то есть из моей практики, из ближайшей, мне супруг учился в Испании на программе MBA, и предварительно он проходил конкурсный отбор, и там были тесты IQ, которые, тесты по математике, и которые были построены по такому механизму адаптивного тестирования. Так, ну что ж, коллеги, еще раз благодарю вас за уделенное время, что можно еще почитать и посмотреть в интернете на тему конструирования тестов и заданий уже более глубоко с точки зрения методики, я вам рекомендую прежде всего Вадима Сергеевича Ванесова, наверное, вы его знаете, его книгу известных композиций тестового задания. У Александра Георгиевича в книге практической тестологии есть раздел про тест знаний, такой тоже увесистый, и там тоже есть его практические рекомендации, которые можно активно использовать в работе. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Благодарю вас за внимание, и приходите учиться разрабатывать тесты на наши следующие вебинары и на наш онлайн-курс. Всего доброго, до свидания. Субтитры